Члены добровольной дружины, как правило, могут нести службу и самостоятельно, и совместно с патрульно-постовой службой, либо участковыми инспекторами милиции. Принесение службы с участковыми инспекторами милиции, они либо патрулируют административный участок вместе, либо посещают по месту жительства квартиры, состоящие на учете в УВД, так называемые притоны. Осуществляют, разносят профилактические листовки по адресам, а также вручают уведомления гражданам, которые состоят на профилактическом учете. Сегодня на охрану общественного порядка заступило 25 членов добровольной дружины. Они осуществляют охрану общественного порядка совместно с сотрудниками милиции. Больше пока наблюдения, больше внимания, что творится, что как, чтобы не нарушался общественный порядок на улице. Если надо, передать это органам внутренних дел. Они в давнейшем пускай разбираются. Пока люди ведут себя более адекватно, да, так посматривают как-то, не очень может быть где-то кто-то дружелюбно, но чтобы где-то кто-то нарушал что-то, кричал, оскорблял кого-то или еще что-то, чтобы на улицах что-то было. По крайней мере, здесь в микрорайоне я не видел этого. Психологически, я думаю, сейчас каждому гражданину у нас в стране непросто, потому что мы жили как бы мирно, дружно, общей семьей. Никто не мог подумать, что у нас такое может произойти. Я просто вижу, что у нас, это мое личное мнение, применяется древняя-древняя римская тактика – разделяй и властвуй. То есть между нами стараются убить клин между слоями общества, рассорить, а потом можно с нами делать, что хочешь. Просто кто-то это понимает, кто-то не понимает. Я всегда считаю, что надо мирный диалог в стране, сесть и разобраться, как, что, без руханья, без скандалов, как в семье. Дружину возобновили. А вы за дружиной? Конечно. Молодец. Ну а что ж вы думаете? Порядок был, а сейчас ходят, и вот власть надо любить и... Можно я вашу руку пожму? Давай, маленькая. Давай, все. Берегись. Сойди в зеленые зоны, я что, траву зря садил здесь? Вот так.